Я нарисовал пять картинок. Даны восемь точек напрямую. Вы соединяете, ну, хотите полуокружность, хотите дугу, это не имеет значения. С одним запретом нельзя, чтобы какая-то дуга оказалась бы под какой-то целиком. Эта ситуация спрещенная. Вот эти картинки разрешенные, и так должно быть для любых двух дуг. Ваша работа. Нарисуйте все возможные картинки для четырех, и сосчитайте, сколько их. Нарисовываю картины о линице двойки и тройки, устроенные следующим образом. Запрещено, чтобы одна дуга была под другой, разрешено, чтобы одна дуга лежала целиком левее другой, и разрешено, чтобы дуги пересекали. Требуется для начала, для четверки нарисовать... Сколько я должен быть? Вот, очень интересно. Это я вам хочу спросить. Нарисуйте все, узнаете. Нарисуйте все, узнаете, да. В том-то интересно. Ребята, умение заниматься перебором, это и есть умение ни одну картинку не пропустить, и ничего не добавить. Понимаете, когда вы знаете ответ задачи, конечно, я вичей принимаю. Соснович, вот смотрите, чем отличается высокий человек от низкого? Низкий стремится к недостижимому идеалу. Да, конечно. Да, так, да. Так, уже 7-чуть нарисовали, хорошо. Мечтался нагреть? Это было. Ответ? Я над этим, прям. В общем-то, да. В общем, то, что сверху сотреть. Сосновичнее, поэтому давайте будем считать, что она выиграла на конкурс красоты. Так, а у вас есть эти глажаты? Да. Это что-то? Да. Да, с ней у нас, к сожалению, тоже. Ребята, это ужас какой-то. То есть, получается, что мы не можем нарисовать 14 стук. Вот чем отличается наука от искусства? Когда мы будем решать? Все вы скучнее. Сейчас вы можете чувствовать себя суперменами, которые разглядывают сразу 12 картинок и еще 14 стук. 14 стук? Да. Я слышу, что нам не нравится. Что? Я не слышу. Что я не слышу? Я не слышу. Ну, нашел, нашел. Дайте ему нарисовать уже. Он утверждает, что он тоже нашел. Вторая снизу. Нет, не такая. Это такая пара. А там у точки сна. Это 11. Горьше. Нет. Потому что здесь пересекаются каждые две, а здесь вот эти вот не пересекаются. Видите, да? Вот здесь вот из этих трех они каждые две пересекаются, а здесь не пересекаются. Так. Ну что, есть ощущение, а вдруг мы пропустим что-то. В всяком случае, вот если бы я не сказал, что им должно быть ровно 14, то, наверное, мы сейчас не будем в этом уверены, да? И вот здесь вот здесь вот здесь вот, вот здесь вот здесь вот, 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 вот здесь вот здесь вот, вот здесь 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 Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 В каждом столбце Верхнее число меньше того, что в один И это в точности соответствует тому как устроена скобочная структура Смотрите, вот здесь вот я скобку открыл вторую открыл третью закрыл четвертую открыл пятую шестою закрыл Ребята, пожалуйста, будьте добрые, не поленитесь, и действительно везде здесь пройдите, это сделайте. Вы вдруг увидите, что действительно, очевидным совершенно образом у нас возникают все по одному разу правильные скобочные структуры. Когда такая штука происходит, в математике говорят о взаимно однозначном соответствии или, одним словом, объекции. Есть взаимно однозначное соответствие между картинками, которые мы здесь с вами рисовали, и расстановками скобок. Ну, давайте, вот, например, вот здесь вот один, два, сколько открылось, три закрылось, четыре открылось, пять закрылось, шесть открылось, семь и восемь закрылись. Увидели? Теперь вопрос. Почему запрещена ситуация, когда одна труба лежит под другой? Это очень просто. Господа, мы же понимаем, что когда у нас есть любая скобочная структура, вот давайте, давайте я возьму какую-нибудь длинную, преддлинную скобочную структуру. Вот случайным образом написал остановку скобок. Давайте поймем, что у нас в таком случае есть. Смотрите. Один, два, три, это открывающее. Четыре, это открывающее. Нет, я, правда, неправильно. Наоборот. И так, один, два, три, четыре, это открывающее. Пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, двенадцать и четыре. Вот так устроены наши строчки. Это верхняя строчка таблицы, это нижняя строчка таблицы. Замечательно. Как теперь мы должны получать по этим штукам принцип такой. Ее первую открывающую скобку и соединяем ее с первой из закрывающих. Вторую открывающую скобку соединяем со второй из закрывающих. Третью соединяем с третьей из закрывающих скобок. Четвертую, то есть я двигаюсь по этой записи, все время сдвигаясь на одну скобку открывающую и ищу... И сдвигаясь на одну закрывающую скобку. Да, совершенно верно. И поэтому нельзя, чтобы прилежал внутри. Да. Потому что и закрывающая сдвигается хотя бы на один, и закрывающая. и соответствующая подобная закрывающая. Если я сдвинусь отсюда и сдвинусь отсюда, то либо у меня получится такая картинка, либо если этот сдвиг был совсем большой, получится какая-то совсем справа картинка. В результате они либо пересекаются, либо одна из них лежит. Вообще совсем в этом моменте. Так. Что-нибудь поняли? Да. Давайте мы все-таки поймем, почему там дальше будет 42, почему там дальше будет 130, 24, 29, ну и так далее. Научимся решать задачу, ну не для маленьких, это когда можно все вырезать, а именно на игровой регулярную форму. Разумно забыть о вот этой задаче и говорить о скобках. Итак, кто объяснит, сколько существует скобочных структур? Ну например, там где 5 открывающих и 5 открывающих, есть 5 открывающих скобок, при этом они идут в правильном для математики порядке. А кстати, кто-нибудь может понятно сказать, что такое правильный порядок? В любом начальном куске количество открывающих скобок не меньше, чем количество закрывающих скобок. Правильно. Илиными словами, эта табличка удовлетворяет даже условия. Если вы выпишите номера открывающих скобок в верхнюю строчку по возрастанию и номера закрывающих строчек в нижнюю, то в каждом столбце вверху будет число меньше, чем в нижнюю. Ну или так, как сказал Полин, что в любом начальном куске открывающих скобок не меньше, чем закрывающих. Нельзя закрыть скобку, которая еще не открылась. Замечательно. Легкая, действительно легкая задача. 5 открывающих, 5 закрывающих скобок. Сколько всего ократимы. Я не прошу вас сейчас рисовать эти картинки. Я прошу посчитать, сколько их. Вообще, у меня здесь была в свое время очень большая длинная лекция про число Каталана. В интернете она выложена, поэтому, кому уж он, кстати, это понравилось. Там есть очень много задач, разнообразных, довольно неожиданных. Вот число Каталана – это последовательность не менее замечательная, чем число Каталана. чем природа. А я не знаю, что ты ли с ней справишься, но не уверен, что брать маска, А я вот личный список ходит, чтобы показывать. А я попробую, косарь му, я не знаю, я снимаю, то ли это, мне кажется, что у меня не мастер-кутерсы не встал. Я не знаю, что у него нет. И я по-русски. Пока-пока-пока-пока-пока. Допустим, начинку-пока. Он гитрус за мной. Когда-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока. Продолжение следует... 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 Открылись. Потом какая-то структура на четырех скобках и потом закрылись. Сколько вариантов, когда есть две открывающие структы? Два варианта. Так, два, два. Сколько? Четыре. Четыре. Хорошо. Теперь еще пошли варианты. Шесть скобок внутри и две снаружи. Сколько вариантов, когда три открывающие структура? Пять. Пять. Здесь? Один. Один. Сколько будет пять умножить на один? Пять. Пять. И теперь пошло совсем просто. Один. Так. Ну, здесь посчитали четырнадцать. Здесь посчитали четырнадцать, да. То есть я так и пишу. Четырнадцать. Так, вперед. Для красоты давайте я здесь напишу один умножить на четырнадцать. Господа, формула, заметьте, очень простая. Мы должны найти вот такие произведения и все это сложить. Поехали. Четырнадцать и четырнадцать и двадцать восемь. Пять и пять. Тридцать и восемь четыре. Сорок и два. Теперь вопрос. Как быстро посчитать следующее число? Ответ. А давайте запишем вот то же самое следующим образом. Напишем один, один, два, пять, четырнадцать. Вот этот столбец, да. И здесь напишем наоборот. Четырнадцать, пять, два, один, один. Это я фактически писал то же самое, да. Только так, чтобы было еще понятнее. Господа, помните правило? Надо перемножить и сложить все. Правильно? Перемножить и сложить. Замечательно. Так догадайтесь, что надо будет сделать для получения следующего числа. Что надо будет сделать для получения следующего числа? Когда количество скобок на две больше, ну то есть добавляется одна открывающая, одна открывающая. Нужно. Да. Выписать один, один, два, пять, дальше что? Четырнадцать сорок два. А под этими числами написать их же? Только в обратном порядке. Только в обратном порядке. Господа, можно вы сами посчитаете. В каждом столбце посчитайте и сложите. Сто тридцать два. Сто тридцать два, как и было обещано, да? Хорошо. И последний раз давайте сделаем такое упражнение. Один, один, два, пять, четырнадцать сорок два, сто тридцать два. Один, один, два, пять, четырнадцать сорок два, сто тридцать два. Пожалуйста, умножаем в каждом столбце. Это на самом деле легко. Семьдесят двадцать миллиметров. Сумма получается четыреста двадцать миллиметров. Но на самом деле есть и другие способы искать чисел Каталана, более простые. Семьдесят двадцать миллиметров.